Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем еженедельные выпуски «Камчатка. День за днём». В этих выпусках я на материалах старых документов и старых советских газет рассказываю о том, как жил наш полуостров в различные годы века минувшего. И боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем о том, что происходило на Камчатке с 9 по 15 июля в разные годы 20 века. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. Чего требуют трудящиеся от парка культуры? Об этом пишет главная газета полуострова «Камчатская правда» 9 июля 1936 года. Парк, пишет газета, постоянно становится любимым местом отдыха и развлечения. В погожие выходные дни можно видеть в парке целые семьи, которые с провизией, ковриками, патефонами на целый день забираются туда. Недавно установленные репродукторы «Динамик» наполнили парк музыкой. Правда, репертуар радиомузыки следовало бы оживить концертными номерами, ибо одна танцевальная программа быстро приедается. Газета перечисляет различные достижения парка. Но, тем не менее, пишет. До сего времени есть много недочетов, вызывающих справедливые нарекания трудящихся. Прежде всего, буфет работает лишь четырех часов. До этого времени вы не найдете не только прохладительных напитков, но даже просто воды. Дорожки не поливаются, поэтому на них пыльно, особенно в центре. По вечерам забредают в парк пьяные и хулиганы. Их крики и выходки пугают гуляющих, а администрация парка и милиция почти не обращают внимания на эти пустяки, не учитывая, что это отражается на посещаемости. Это точно. Ну и главная жалоба. Совсем плохо обстоит дело с пляжем. На нем нет кабин для раздевания, не сделано удобного спуска к морю. А ведь нет ничего проще, пишет газета, как устроить два-три десятка кабин, использовав для этой цели ящичную тару. И парку было бы доходно, и посетителям приятно. День следующий. Девятый день июля. В 1937 год, та же самая газета «Камчатская правда», пишет, что на самолете Ха-55 пилотируемым летчиком товарищем Жигаловым в Кичигу из Петропавловска прилетел врач Магитсон. Он оказал срочную помощь тяжелобольной. Больная просила, работница рыбных промыслов, страдала заражением крови. Местный же врачебный пункт не мог оказать ей помощи. Оставлять больную в Кичике было нельзя. Оставался один выход. Доставить больную за тысячу километров в Петропавловск на самолете. Днем 6 июля самолет товарища Жигалова вылетел в Петропавловск, имея на борту тяжелобольную и врача. Я, кстати, напоминаю, что с полным текстовым вариантом всех этих газетных публикаций вы можете познакомиться на моем канале сервиса Яндекс.Дзе. Ссылка находится в описании под роликом. Канал так и называется Камчатка с Александром Петровым. А мы продолжаем наши чтения. День следующий. Девятый день. Июля. Нет, это не следующий день. Это тот же самый день, просто уже другой год. Год следующий. 38-й год прошлого века. Итак, девятый день июля 38-го года. Опять-таки, Камчатская правда пишет о том, что на днях отправляется в Анадель экспедиция Камчатского кукольного театра сроком на 20 месяцев для обслуживания населения Чукотского и Корякского национальных округов. Театр берет с собой три постановки, пишет газета. Колобок, Жадный ворон, Чукотская сказка, и Хозяин и пастух, Корякская сказка. Пьесы будут ставиться в юртах и школах на чукотском языке. Маршрут экспедиции Лето 38-го года по реке Анадель до Маркова и обратно. С ноября 38-го года на собаках и оленях Анадель, Уэлен, Ванкарен, Чаунская губа, Нижнеколымск. Лето 39-го года на лошадях и вайдарках Нижнеколымск, река Умалон, Гижига. Последний переход с ноября 39-го года на собаках Гижига, Каменское, Анапка, Кичига, Карага, Ука, Еловка, Ключи, Усть-Камчатск. Никогда и нигде, пишет газета, не делали попыток организовать театр на нартах в условиях Крайнего Севера. Поездка за полярным кругом будет совершаться и на собаках, и на оленях, и на самолетах, и в условиях полярной ночи, пурги и морозов, что потребует от людей большой выносливости. Следует отметить, пишет Камчатская правда, исключительную роль, выпадающую на женщинок с трист театра, которые впервые включаются в столь продолжительную поездку в районы Крайнего Севера. День следующий. 10 июля 1947 года. Заместитель председателя исполкома, городского совета депутатов рулящихся блинов, в своей статье в Камчатской правде «Благоустроен наш город» сообщает, что невзрачной выглядит территория возле управления морпорта, здесь по всему двору разливаются по морю, разбросаны десятки пустых консервных банок, что возле управления гидрометслужбы, цитирую, настолько жили с захламленностью и грязью, что считают это, по-видимому, обычным явлением. Нет никакого порядка на верхних улицах города. Первой и Второй горным, Мишенной, Нагорной. Нечистот там так много, что в некоторых местах даже трудно пройти. Владельцы частных домов целыми годами не убирают территории своих дворов и приусадебных участков. Одиннадцатый день июля тысяча девятьсот двадцатый год. Газета «Известие». Прокопий Новограбленов, известный камчатский исследователь и краевед, сообщает, что с потерпевшим кораблекрушением около мыса лопатки командора Беринга на Камчатку прибыла научная шведская камчатская экспедиция в составе шести человек. Стэн Бергман, кандидат в философии, зоолог, его супруга Дагни Бергман, Эрик Хультен, магистр философии и ботаник, Рене Малэс, кандидат в философии и энтомолог, он же будет работать по геологии, Эрнс Хёдстрем, консерватор. Экспедиция послана сюда шведским географическим обществом и снаряжена частью на его средства, частью на средства различных стипендий, как, например, стипендия Вега в честь парохода Вега знаменитого исследователя Норгеншельда. Довограблинов пишет, что своей задачей экспедиция имеет естественно-историческое исследование полуострова Камчатки по отделам зоологии, ботаники, геологии и метеорологии. С этой целью он останется на год в Петропавловске, на следующий год намеренно посетить различные места полуострова. День следующий, 12 июля 1917 год, газета «Камчатский листок» пишет, что продовольственный комитет установил цены на дрова и рыбу по городу Петропавловскому на 1917 год вплоть до изменения. За одну погонную сажень дров с доставкой и укладкой на месте приемки не дороже 15 рублей. За одну штуку свежей рыбы красной киты-кижицы и хайко кижица — это кижуч, а хайко это опять-таки, как ни странно, кита. За одну штуку свежей рыбы красной киты кижицы и хайко при розничной продаже не дороже 40 копеек. За одну штуку горбуши не дороже 10 копеек. Но это не точно. 13 день июля 1946 год, газета «Камчатская правда» публикует статью инженера треста «Камчатрыбстрой» Павлова в этой статье инженер предлагает надстраивать вверх некоторые петропавловские здания. Вот, что пишет Павлов. «В городе имеется много зданий, которые могут быть без особых затруднений и больших забот над строем. Например, здание Советов можно настроить, по крайней мере, на два этажа. Это даст возможность разместиться там большинство учреждений облисполкома и горкисполкома. С таким же успехом можно увеличить на два этажа здания городской бани, жилой дом НКВД, бетонный жилой дом Рыбного порта на Ленинской улице, каменное здание Прадмага, Камчатторга и целый ряд рубленных домов, как в городе, так и в поселке глав Камчатры промо и других. Короче говоря, в городе, пишет инженер Павлов, найдется таких зданий не менее 20. Если произвести надстройку указанным зданием, то это даст возможность получить более 18 тысяч кубометров удешевленной, но вполне пригодной жилой площади. Рад я, что дожил до этого времени. День следующий, 14-й день, июля 1935 года, газета «Камчатская правда». Главная газета полуострова сообщает, что в совхозе села Коряки сильно развита игра в карты. Зачинщиком игры является рабочий двоенко, профуполномоченный. Товарищ Бутылин знает о том, что картежная игра на деньги принимает массовый характер, но не ведет с ней никакой борьбы. Дело в том, что он сам принимает участие в игре. 15-й день июля 1938 года, и опять газета «Камчатская правда». С ее страниц мы узнаем, что торговый отдел АКУ закупил в Москве 100 аппаратов ФЭД. Ну, ФЭД это украденная лейка, которая рабским трудом в детстве трудкоммуния НКВД изготавливалась на окраине в Малороссии. Наконец-то вы узнали правду. Сейчас, пишет «Камчатская правда», 40 аппаратов уже получены, на днях они поступят в продажу. Стоимость аппарата 405 рублей. Одновременно поступят в продажу 18 тонн фототовара. И эта же газета сообщает, что по распоряжению наркомпищепрома из Москвы непосредственно в Петропавловск отгружено 60 вагонов сахара. Во второй половине июля сахар прибудет в Петропавловск. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам время от времени нравится узнавать из моих уст о том, что происходило на Камчатке в различные дни и годы века минувших. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации, которые вы видите на подсказке в правом южнем углу кадра, для того, чтобы не пропускать новые видео на канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова